Не знаю, вас можно завлечь на концерт Егора Крида дешевыми билетами, который пройдет в минус один в опен-эйре. Спаренный матч в начале декабря и в конце февраля, я не знаю, это какой-то ноу-хау футбольный. Да, это гол! Да, да, 4-2, гол! Привет, давайте немножко поговорим про матч. Очень порадовал Палыч составом, который выставил на этот кубок. Если помните, 3 дня назад, когда у нас был стрим, я говорил о том, что на кубковый матч я очень жду большого количества молодых игроков и дублеров. Тех людей, которые меньше играют в сезоне, которые практически не получают игровой практики. Ну, потому что я знаю, что они в футбол играть умеют, да, тот же Михалик, например, он почти не играет, но если он играет, то играет он на хорошем уровне. Ну, а про то, как я люблю молодых, мне, наверное, и не надо лишний раз повторяться. Я был уверен, что Рома Тугарев готов к большому взрослому футболу, и сегодня он это прекрасно доказал. Палыч выставил состав, в котором максимально возможную ротацию он проделал. Да, это Коченков в воротах, это на правом фланге Борис Ротенберг. Очень многие бомбят Бориса Ротенберга, но Игнатьеву нужен был отдых. Это очевидно, он играет на очень энергозатратной позиции, и фактически достойной замены Игнатьева у нас просто нет. Ну, Борис Ротенберг, как одна из них, вторая, это Тимофей Маргасов, и лично я предпочитаю Бориса Ротенберга. Есть еще вариант, при котором Идову выходит справа, а Лысов слева, но пока мы не видели Идову правого защитника. Возможно, в системе координат Семина этого человека просто не существует на правом фланге. Не знаю почему, в принципе, довольно интересно было бы посмотреть на правшую Идову на правом фланге. По крайней мере, это звучит логично. Джигар Круховик второй матч провел на позиции центрального защитника, и в целом снова показал то, что эта позиция для него как минимум, ну, не что-то в новинку. Он играет просто здорово, по крайней мере, в матче с Енисеем, когда он играл атакующего игрока, на самом деле выглядело все это гораздо хуже, чем то, что он провел на позиции сегодня, на позиции центрального защитника, и то, как он играл спорту на позиции центрального защитника. Да, удалился, но об этом немножко попозже. И слева, собственно, Брайан Идову, человек, которого мы с Палыч уже успел списать с левого фланга, и вдруг снова вспомнил про то, что можно Идову вообще-то выпускать на левый фланг, а не Лысова. Не знаю, что это было, почему до этого он выпускал на замену Мишу Лысова, теперь решил, что у нас Идову левый защитник. Думаю, что нету определенного решения у Палыча, кто сильнее, кто нужнее. Знаю, что многие очень высоко котируют Идову, я пока как-то очень с настороженностью отношусь. Здорово много отрабатывает, но при этом продуктивность этого не всегда у меня вызывает восторги. Сегодня, например, в таком матче, в котором ты можешь ходить вперед достаточно спокойно, в котором Енисей позволяет играть впереди, Идову вообще не было видно. Мы даже Ротенберга видели впереди, его навес на Лешу Миранчука. Алексей Миранчук. Да, хорошая передача от Бориса Ротенберга с правого фланга. Была навесная передача, которую вполне мог Алексей Миранчук замыкать и, соответственно, делать счет 3-0 уже в дебюте второго тайма, но немного не попал. Поход Идову вперед, честно говоря, вообще не вспоминается. При этом очень много Ромы Тугарев за него отрабатывал в обороне. Собственно, дальше было два опорника. Это Дмитрий Тарасов и Дима Баринов, вернувшиеся после отбытия дисквалификации. Очень сильно не хватало Баринова в прошлом матче в Красноярске. Возможно, это одна из главных причин, почему сегодняшний матч сложился настолько по-другому, нежели то, что мы видели 3 дня назад. Баринов мега топ и огромное количество работы проделал, огромное количество перехватов. С него начиналось большое количество атак. Дима Тарасов был на поле, опять же, как и в матче трехдневной давности. Я вообще ничего не могу сказать про Тарасова. Он был на поле, он не косячил. Ничего плохого сказать не могу, но я пытаюсь вспомнить что-то хорошее в такой игре, которая абсолютно идет по нашему плану. Огромное количество моментов, уже две штанги и игол к 15-й минуте. Но я вообще не могу ничего вспомнить хорошего про Тарасова. Вроде что тот делал, но что именно, не знаю. Трио атакующих полузащитников это Жемалединов, Антон Миранчук и Рома Тугарев. Это очень здорово, потому что это два быстрых края, чего у Локомотива не было уже достаточно давно. По крайней мере, в прошлом сезоне вообще не было. Мы используем края, которые медленные, которые любят разыгрывать, которые любят смещаться в центр и все такое. Здесь же нет, здесь два чистых флангов полузащитника Жемалединов и Рома Тугарев. Они любят пробежаться по флангу, войти в штрафную, пробить или прострелить. Но вот это вот их игра. И Антон Миранчук, как разыгрывающий из центра поля, тоже, в принципе, очень хорошо подходит под эту роль. Ну и нападающий Эдер, который наравне с Криховиком, два человека у нас было, которые сыграли за последнюю неделю три матча. То есть это третий матч был для них. И оба не доиграли. Эдера заменили в перерыве, а Криховик удалился. Так вот получилось. Ну, вынужденный отдых, но тоже отдых. Эдер выглядел инертно, инертно выглядел уставшим, хотя пенальти забил очень круто. И сразу же флешбек из матча недельной давности с Порту, как пробил Мануэл Фернандеш на удобной высоте, слабенько Кассилиесу, ну, просто достаточно было правильно выбрать угол, в который падать. И как пробил Эдер в матче с Енисеем, сильно в девятину, что, как я написал в телеграме, что если бы даже Кассилиес сидел на плечах у Буфона, вряд ли бы он такой мяч достал. Ну, действительно, очень классно пробил. Почему не Эдер тогда бил в матче с Порту? Большой-большой вопрос. У Ману был тоже собственный момент. Мануэл Фернандеш и Алексей Миранчук вышли на замену в перерыве. У Ману был момент, который ему создали партнеры. Очередная барселонская атака. По-моему, Алексей Миранчук перехватил мяч на правом фланге. Выкатил его после некоторых перепасовок в центре под ударом Мануэла Фернандеша. С таких позиций, ну, обязан забивать Мануэл. Опять же, не очень хороший удар. Что-то не очень хорошо клеится у Ману с ударами завершающими. Но зато потом комбинация, которую они разыграли с Антоном Миранчуком, это просто футбольный кайф. Реально смотреть за всеми этими перепасовками молодых футболистов, за быстрым футболом, акцентом на атаку. Вот на такой футбол в исполнении Локомотива я действительно очень хочу смотреть. Это действительно было максимально приятное зрелище за долгое время. В 2018 году в исполнении Локомотива настолько приятного глаза футбола я, честно говоря, не видел. Можно вспоминать, как мы обыграли Динамо с отсчетом 4-0, но там и близко не было такого качества игры. Здорово пару раз убежали в контратаки, здорово в штрафные пробили, но и все. А здесь просто на протяжении первых 65-70 минут мы постоянно разрывали оборону Енисея. И совершенно в этом плане, конечно, непонятно, зачем же мы выходили в Красноярске играть в 4 защитника, 3 опорников и еще и Мануэл Фернандеш был один из тех, кто теоретически должен быть атакующим футболистом. Но мы знаем, что Мануэл Фернандеш человек, который любит придержать мяч, немножко повозиться с ним. И, ну, собственно, мы вышли против Енисея 3 дня назад защищаться и получили очень тяжелый матч, который, ну, довольно случайно завершился со счетом 3-0. Пускай мы были сильнее индивидуально, но моменты были у наших ворот очень опасные, а то, что мы забили, вполне могло и не залететь. Особенно вот первый мяч, который нам дал такую уверенность в себе. И сегодняшняя игра, когда мы вышли уничтожать Енисей, потому что молодые футболисты, они не очень авторитетов любят. И просто, ну, Енисей, Енисей, ладно, пошли забивать им. Собственно, и тогда было странно, что мы выпустили трех опорников, а сегодня, когда Локомотив показал то, что вполне себе молодыми, даже молодыми футболистами можно этот Енисей возить по полю носом, это становится еще более непонятно. Очень жалко, что матч, который шел со счетом 4-0, довольно просто для нас складывающийся, даже если мы там пропустили гол, ничего бы страшного не произошло. Очень жалко то, что он содержал в себе удаление крыховика. Это было абсолютно ненужное, абсолютно лишнее в этом матче, потому что дальше у нас соперник все-таки явно сильнее. Еще непонятно, домашняя игра или выездная будет. Первым там, наверное, будет жеребьевка какая-то, но первый матч с Рубином крыховик обязательно пропустит. Там была прямая красная карточка, но это всрыв голевой атаки, как он там называет, ну, фолл последней надежды бывшей. Это в любом случае один матч дисквалификации, так же, как и у Кверквели в Лиге Чемпионов, но с красными карточками в этом сезоне у нас какая-то полнейшая беда, и из них только красная карточка Эдера выглядела, ну, чем-то несуразным, там он не наиграл на удаление. В матче с Динамо Крыховик вполне себе заслужил удаление, может быть, не любой судья бы его дал, но повод, как минимум, был. И Порту Кверквели заслужил удаление, с ЦСКА Кверквели заслужил удаление, и с сегодняшним матчем Крыховик, да, возможно, сыграл в мяч. Честно говоря, много, ну, несколько повторов, которые нам показал матч ТВ, посмотрел. Кажется, что да, Крыховик играет в мяч, но, тем не менее, это все равно было очень опасно, очень рискованно, и если даже не красная карточка прямая, да, в голевой атаке, то желтая вторая все равно для Крыховика наверняка была бы показана практически любым бы арбитром, потому что сложно заметить, попал он в мяч или не попал, а вот в ногу он 100% попал. Так что здесь я скорее склонен винить Крыховик и всю команду, которая начала гораздо слабее играть после того, как забила четвертый мяч. Ну, все-таки дело сделано, давайте поэкономим силы, нам впереди еще Арсенал, Лига Чемпионов и все такое, но все это выливается вот в такие вот ситуации, когда Крыховик, человек, который не любит сдаваться, берет и нарушает правила под удаление. Концовку в итоге провалили, она получилась очень-очень сильно смазанной, но, наверное, не перечеркнет тех усилий, которые команда показала нам в первые 60 минут, когда было забито 4 очень красивых мяча, и в целом очень радостно за Рому Тугрева, который сделал первый гол своим попаданием мяча в руку соперника. Мы знаем, что Рому очень любит получать мяч на фланге, прорваться внутрь штрафной, подкладывать себе мяч под правую и бить в дальний угол. У него хороший удар, обводящий с правой ноги. Он несколько раз сегодня пытался с левой ноги там простреливать левая. Хороша тоже, Тугрев умеет левой ногой играть, но она не такая крутая, как его правая, и вполне возможно, если бы мяч не был прерван, полет мяча рукой, вполне возможно, мяч бы и залетел куда-нибудь под штангу. Помог забить Алексею Мирончуку, хорошо подключился к атаке, хорошо пробил, так что Юрченко не мог зафиксировать этот мяч, и Алексей добил. То есть две голевых передачи фактически, я не знаю там, как официальная статистика ведется, засчитываются ли заработанные пенальти как ассисты, засчитываются ли отбитые вратарем удары как ассисты, но тем не менее в голове мы можем держать то, что из первых трех мячей два фактически сделал для нас Роман Тугрев. Второй мяч это, конечно, сольная работа Антона Мирончука, который навязал борьбу Яченко, который сумел отобрать у него мяч, и я даже на повторах не понял, когда он успел посмотреть на то, что ворота оставлены вратарем, и закрутить мяч в девятку. То есть, ну, как минимум нужно видеть ворота, чтобы послать мяч так, как это сделал Антон, но кажется то, что он только отнял, тут же в себе подбросил, тут же пробил в дальнюю девятку, как будто он каждый день только этим и занимается. Очень красивый гол, конечно, позабавили выкрики Шмурнова о том, что никакого мастерства тут нету, это чистая ошибка Яченко, и любой бы на месте Мирончука бы так сделал, но я бы посмотрел на то, как орали бы в комментаторе, если бы это сделал кто-нибудь из игроков Спартака, потому что, ну, даже банальный финт, ну, не банальный, но хороший финт Игнатова, который был в центре поля и завершился потерей мяча, до сих пор все обсасывают. А здесь удар в дальнюю девятку, моментальный, с позицией, с которой, в принципе, не каждый вообще решится пробить, по обводящей траектории, чтобы Юрченко не успел достать, и, ну, Шмирнов говорит, что здесь нет никакого мастерства. Ну, а четвертый гол, это просто настоящее футбольное искусство, перепасовочки, выход на ударную позицию и уверенное сбивание. Может быть, еще красивее было бы только, если бы Мирончук Антон отдал на Мирончука Алексея перед пустыми воротами, это уже было бы просто в форме наиздевательство. Ну, и так тоже неплохо получилось. В общем, я не знаю, но я много говорю, но думаю, что и так всем понятно. Локомотив сегодня провел очень крутой матч, в котором выпустил Коченкова. Это наш воспитанник. Может быть, не все помнят, не все знают, но Коченков – это воспитанник Академии Локомотива. Баринов – воспитанник Академии Локомотива. Жималединов – воспитанник Академии Локомотива. Оба Мирончука – воспитанники Академии Локомотива. Рома Тугарев и Данила Куликов. Все, кто сегодня… Ну, вот эти ребята выходили на поле и принесли очень красивую, очень такую знаковую победу для Локомотива. И пускай Краснодар там грезит, что когда-нибудь у него будет 11 выпускников Академии на поле, Локомотив это делает и выигрывает очень… показывает очень хороший футбол. И это при том, что у нас на скамейке есть еще Миша Лусов, который сегодня не вышел, но выходил ранее и вполне мог помочь команде. У нас есть Леша Миронов, который выходил за основной состав и был на хорошем счету у Палыча в межсезонье в ближайшее прошлое. Есть Ваня Галанин, который, к сожалению, получил неприятную травму, но тоже на очень высоком уровне может. И я надеюсь, что будет когда-нибудь играть все-таки. Есть Артем Галаджан, который, в принципе, мог бы заменить Адеры в этом матче. Он играл сегодня за Оренбург, и пускай не забил, хотя были для этого возможности. И в прошлом матче РФПЛ у него была возможность, и сегодня была на Кубок возможность забить мяч за Оренбург, но он очень старательно играл и очень сильно помог Оренбургу одержать свою победу в Кубке. Я надеюсь, что не зачехлят тренера Галаджана, по крайней мере, он показывает довольно неплохую активность и довольно неплохую школу. Осталось только по мячу нормально попадать. В принципе, мне кажется, что Российская футбольная лига, она пришла к этому, к тому, что молодые футболисты на самом деле могут играть на очень высоком уровне, и что не нужно бояться их выпускать. Было вот в предыдущие годы какая-то совершенно иррациональная боязнь выпускания молодых, как будто выпустить Аджинжала. Это для меня такой хрестоматийный пример, когда 40-летнего Аджинжала покупает Краснодар и выпускает его вместо своих воспитанников. Что для них, если игроку 36-39 лет, то он никогда не накосячит. Хотя они косячат просто и в хвост, и в гриву. И огромное количество ошибок совершает. Но в них почему-то уверены. В Диме Тарасове Семен уверен, что он выйдет и сыграет на своем уровне. Сколько он пеналити не привезет, сколько он красных карточек не заработает, сколько недобеганий за своим игроком у него не будет. Мы видели, что и в первом тайме сразу после того, как мы забили пенальти, Тарасов просто оставил своего игрока, вбегающего внутрь штрафной площади, который чуть не забил, там Коченков спас. Это был игрок Тарасова. Ему нужно было сделать один шаг, чтобы прервать передачу. Он просто этого не сделал. И вот почему-то на таких людей всегда в РПЛ все тренеры спокойно рассчитывают, а молодым не дают шансов. В этом году, мне кажется, ситуация уже переломилась, и Спартак, и Локомотив, и ЦСКА, и Динамо выпускают игроков 98-го, 99-го, 2000-го годов рождения. И они просто выходят и показывают класс. Выходят и показывают уровень, который вот этим вот футболистам, которые играют, он недостижим для них. Тугарев сегодня показал, что может играть в основе, как и Рефат. В принципе, да, но я не думаю, что Тугарева начнут вставить в стартовый состав, как и Рефата начнут вставить в стартовый состав. Но то, что это игроки замены, которые могут выходить. Палыч боится выпускать все эти матчи, которые у нас идут со счетом 1-0, и в которых Палыч просто боится выпускать кого-то, потому что они могут не только не усилить игру, но и ослабить ее, и в итоге мы получим вместо 1-0 какой-нибудь 1-1. Палыч серьезно этого боится. И, скажем, матч с Шальке, который шел со счетом 0-0, затем он выпустил Жемаледдинова, и мы проиграли 0-1. Я вполне думаю, что, опять же, очень серьезно ему вот эту точку зрения подтвердил о том, что молодые игроки, которые выходят, они не играют на том же высоком уровне, на котором играют те, которые изначально находились на поле, и очень плохо входят в игру. Но сегодняшний матч показывает то, что Рома Тугарев, он может взорвать любой матч, потому что он выходит, он совершенно никого не боится, он накручивает 1-2-3 игроков. Помните, да, этот момент, когда Тугарев просто разобрался с троими людьми на фланге, красивыми финтами, убрал 1-2-3, и потом пяткой отдавал на Мануэл, не очень получилось это передача пяткой, но это было максимально красиво и максимально драйвово. И такой Тугарев, я думаю, что может выходить на матчи, в которых счет 1-0, просто потому что он возьмет мяч, он протянет его через все поле, обведет 1-2-3, и соперник будет бояться, что против него этот игрок играет. Он уже не так сильно будет идти вперед, потому что в любой момент Рома взорвется, выдаст, пройдет по флангу, сместится в центр и ударит со своей правой ноги в девятку. Это может случиться, и для контр-игры Рома Тугарев подходит просто идеально. А контр-игра при счете 1-0 это то, что у Локомотива есть. Какой прогноз на Тулу? Я надеюсь, что Тулу это довольно удобный для нас соперник, потому что команда, которая играет в атаку, и Кононов говорит о том, что его команда не будет защищаться, его команда все равно будет играть в атаку. Но с командами, которые играют в атаку, в принципе, Локомотив умеет справляться. Там не такие уж супер нападающие у Арсенала. Если все у нас будут живо-здоровые из оборонцев, хотя бы двух центральных защитников мы наскребем, то не должны быть большие проблемы с Арсеналом. Зато команды, которые забывают об обороне, это просто сладкая булка для нашей атаки, которая разбирается в ситуациях там 3 в 3, 4 в 4. Очень здорово, потому что каждый из наших футболистов, играющих в атаки, умеет обыгрывать один в один, умеет нестандартно себя проявлять. Опять же, ну в такой игре, например, Рома Тугарев будет смотреться как рыба в воде. Что я думаю, что должно быть все более-менее нормально. Куликов, центральный полузащитник, опорник, который обладает шикарным дальним пасом, который может, ну неплохо видит поле и, соответственно, может отдать передачу, ну практически в любую точку поля. Соответственно, неплохое футбольное мышление, но при этом вы сами видели, то что у него габариты не совсем такие вот гренадерские, да, то есть это не Тарасов, не Крыховик, это больше похож на Игоря Денисова, но при этом, мне кажется, злости ему, вот такой вот футбольной злости, когда нужно вцепиться и соперника немножко не хватает, поэтому не чистый опорник, но при этом на позиции центрального полузащитника у него, мне кажется, нету такой вот изюминки, возможности обвести соперника, продержать, отдать тонкую передачу, ну то, что хочется видеть у центрального полузащитника, поэтому, наверное, при том, что он, ну, качественный футболист, ему будет очень тяжело пробиться в основу, вот именно найти себе место на поле, потому что Казанка может себе позволить строить игру в центре поля вокруг Куликова, так сказать, а основа не будет этого делать, ему нужно будет быть либо чистым опорником, либо чистым атакующим футболистом, а это немножко не то и не то. Тим, тебе не показалось, что Енисей был каким-то вареным, в Красноярске они были намного круче? Нет, не показалось, когда мы начинали обороняться от Енисей, Енисей показал, показывал, да, мы те же самые, что были в Красноярске, точно так же атаковали, вот мы прижались к концовке, да, это вот был ровно тот же самый Енисей, который нас запер в Красноярске, только в Красноярске мы с первых минут вышли обороняться, а здесь только после удаления Криховика. Куликов не очень удачно вышел, как только он вышел, сразу к Джегошу удалили, игра из-за этого не пошла, но к Джегошу удалили не на пустом месте, там атака была, давайте, кстати, мы немножко попиратствуем контент, потому что мне тоже интересно разобрать это удаление, если сейчас оно есть на спортбоксе, именно вот с чего оно началось, потому что, ну, странный очень момент, почему там так-так оказалось, что к Джегошу пришлось фалить. Все, всем пока, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok